Приветствую всех! Сейчас я покажу, как прокликивать выдачу поиска дубльгиз для того, чтобы парсить данные организации. В чем сложность на этом сайте? В том, что обычными get-repost-запросами данные не подгружаются, требуется в куки вставлять определенные токены, так называемые. И для парсинга дубльгиз требуется использовать браузер, точнее приложение веб-апциев. Приложение веб-апциев описано в системе помощи. Если мы нажимаем вот сюда, а затем вот сюда, то видим инструкцию. Сразу обращайте внимание на такие вот выделенные большими буквами объекты в системе помощи. Это основное, что нужно обязательно в первую очередь прочитать, потому что человек пользуется не тем способом, каким нужно. Итак, поехали. Парсинг дубльгиз. Процесс сбора с генерацией ссылок я опущу. Просто возьму ссылку на выдачу ресторана, вперед в программу, вставлю ссылку в список ссылок, нажимаю веб-ап лаунчер вот здесь. И здесь ввожу имя файла проекта для парсинга контента. То есть это проект веб-ап, который будет выполнять действия в приложении браузера веб-апциев. Нажимаем на эту кнопку для редактирования проекта. И здесь что мы видим? Нужно скроллить выдачу вниз и кликать вот на эту кнопку. Переход на следующую страницу. В дубльгиз здесь сделано все очень и очень сложно. Почему? Потому что если мы получим атрибуты вот этого элемента, кнопки, то увидим, что это SVG. SVG с патчем очень дружит. Тут все, так скажем, продумано, чтобы не автоматизировали. Но, но. Откроем эту страницу в Firefox. И посмотрим, что же у нее за родительские элементы в этой кнопке. Кликаем правой кнопкой и исследовать элементы. Скроллим к ней. Так, и смотрим. Так, вот этот div. Вот этот div. Так, получается родительский элемент div с вот таким вот классом странным. Ну, я думаю, он будет статичен для всех страниц выдачи. То есть, что нужно нам сделать сейчас? Так как привязаться мы именно к этой кнопке pxpatch не можем, мы привяжемся к этому div. Этот div, если я навожу, видите, он выделен синий рамочкой. Можно просто привязаться к нему и имитировать обычный клик мышкой со смещением координат. Сейчас я покажу, как это сделать. Наводим курсор на этот div. F2. Вот его класс. Добавляем. Проверяем. Здесь видим красную стрелочку на верхний или нижний угол этого div. Он определился. Теперь, что нужно сделать? Теперь нужно использовать клик мышью. Не просто клик, потому что клик это будет триггерить event click для элемента DOM. Мы будем как бы кликать мышкой. То есть, имитировать натуральный клик мышкой. Как будто пользователь кликает. Используем клик мышкой. И здесь есть смещение по x и по y. То есть, насколько нам нужно сюда сместить по x и насколько по y. Если верхний левый угол у нас по x 467, а нам нужно кликать 516, то смещаем по x, допустим, на 50, по y на 15. И создаем для теста этот JavaScript. Нажимаем кнопку «Создать JavaScript». Вводим его имя. Выполняем. Он вставляется. С кликами мышкой тут такая тема. То есть, вставляется скрипт, который получает координаты вот этого элемента по xPatch. И маус-клик уже по этим координатам кликает. Координаты переданы в переменный JS Message. Вот они, координаты. А вот мы кликаем. Следующая страница. Теперь, если мы будем кликать опять в следующий раз, то у нас получится вот такая беда. Ну, не беда, а проблема. То, что он кликнет просто сюда. Теперь нам нужно проскроллить. Для того, чтобы проскроллить к этому элементу, в JavaScript есть определенные вещи. То есть, вот он у нас скрипт, который определяет по xPatch. Вот этот вот элемент, содержащий в себе стрелочки перехода. И теперь мы к нему сейчас проскроллим. Есть такое событие. Scroll into view. Нажимаем сюда. Оно вставляется. То есть, после того, как дом-нода у нас определится по xPatch, запустим scroll into view и потом получим координаты. Наверное, все-таки лучше scroll into view разместить в другом немного скрипте заранее, чтобы, так как скрипты выполняются в отдельном потоке, чтобы сначала проскроллило, а потом запустился скрипт клика. Давайте это сделаем. То есть, копирую. Так, это удаляю. Создаем новый JavaScript. Создали. Сюда вставляем. То есть, это у нас определяет элемент, а это скроллит к нему. Называется скролл to the element. Добавляем его и размещаем перед скриптом клика по следующей странице. И смотрим, как это работает. Проскроллило, кликнуло. Проскроллило, кликнуло. Проскроллило, кликнуло. И так оно будет кликать. Теперь, естественно, нужно этот процесс зациклить. Для того, чтобы зациклить, можно использовать следующие вещи. Можно использовать цикл repeat, но нам уже нужно понять, когда последняя страница у нас достигнута, и остановить сбор. Для того, чтобы определить, была ли кликнута кнопка перехода на следующую страницу. В данном случае, когда мы кликаем мышкой, имитируем клик мыши, нужно использовать событие в условиях if query initial edit. Добавляем его. Reset вставляем в начале события клика, и условия вставляем в конце. А потом в условия вставим метку перехода в начало. Как это событие работает? Здесь есть монитор сети. Когда мы кликаем на следующую страницу, мы видим, что происходит вот такой вот запрос. Это подгрузка следующей страницы. Сочищаем, кликаем на следующую. Опять такой же запрос. То есть мы будем в событие if query initial edit в его параметры добавим часть вот этой ссылки, чтобы оно проверяло только запросы по таким вот ссылкам. Копируем выбранный URL и переходим в настройку функции макросов. Сюда, в if query initial edit, мы вставляем нужную часть ссылки. То есть обрезаем лишнее. Нам нужно сделать вот так. Допустим. Вот видите, теперь можно убрать. Вот только с такими подстроками URL в данной функции будет проверять, был ли запрос к таким URL. Если запрос был, выполнятся вложенные вот сюда события. Если не был, то завершится цикл. Теперь добавляем событие go to. То есть переход сюда в начало. И в проверке условия вставляем go to к label 1. То есть переход вот сюда. Также нужно необходимую. После того, как кликнули, кликнули, если запрос был произведен, подождать секунды 3, допустим, чтобы данные страницы подгрузились. Запускаем процесс и смотрим, что происходит. Видим, что все работает. Теперь нажимаем на паузу. И еще несколько комментов по настройке веб-апции в целом. То есть, если, смотрите, если мы запускаем предпросмотр, не настроив функцию ожидания элемента, то здесь будет таймер, который будет проверять запрос. Если запросов нет, он завершится. Это не всегда корректно. Чтобы настроить корректное ожидание готовности загрузки веб-страницы, используется следующий инструмент. Допустим, у нас, когда страница загружается, элементы все появляются по очереди. Так как нас интересуют элементы клика последующей страницы, то мы будем дождаться их. F2. Курсор наводим, нажимаем F2. Сюда проверяем. Соответствует ожидание появления. И создаем. Размещаем вставленную конструкцию в начале. И для наглядности можно ее вот так сдвинуть, нажав на эту кнопку. Теперь у нас веб-опциях будет дожидаться появления этих стрелочек для того, чтобы продолжить работу. Также рекомендуется еще использовать при парсинге сайтов такую вот опцию. В параметрах запуска здесь есть Maximize Window. То есть, чтобы окно при парсинге разворачивалось на весь экран. Потому что скрипты на некоторых сайтах могут изменять свою работу в зависимости от размера окна. Теперь, что касается еще некоторых опций. В окне настроек HTTP заворосов программы вот здесь есть опция показывать UBA при парсинге и при просмотре. Для наглядности лучше включать, чтобы при парсинге вы видели, что происходит. Также можно будет еще отключить загрузку картинок, сняв вот эту опцию, для того, чтобы данные быстрее загружались. То есть при парсинге у нас картинки подгружаться не будут и, по идее, должно все быстрее загружаться. И еще такой момент, когда в цикле у нас происходит прокликивание, нам необходимо брать HTML-код именно от каждой страницы выдачи. То есть, когда мы, смотрите, переходим на вторую страницу, HTML-код меняется, выдача меняется, нам нужно ее взять и сохранить в переменную. Потом перейти на следующую страницу, взять опять новую выдачу, сохранить в переменную. Для того, чтобы брать данные с каждой страницы выдачи, необходимо использовать события GetHTML. В GetHTML существует несколько вариаций. То есть, GetHTML просто берет весь код веб-страницы и добавляет его к результату. То есть, сколько вы его раз вызовете, столько раз он добавится в результат. Результат будет склеиваться и наращиваться. Так как некоторые веб-страницы имеют очень большое количество символов, более миллиона, то можно так забить всю память, если прокликать страниц 200. Поэтому существует еще две вариации. Одна такая, не самая удобная, это с применением к ним к коду функций пояс-замены для того, чтобы обрезать лишнее. Используется функция пояс-замены, которая используется в Content Downloader. Там все достаточно гибко. И самый нормальный и удобный вариант это с созданием границ-парсингов Content Downloader. Вот сюда нажимаете, и здесь справка. Здесь все описано. Как это делается? Достаточно все просто и быстро. События GetHTML размещаются вот здесь. Так как для примера я просто вставлю обычное до метки перехода на начало списка событий. Ну, то есть вот сюда. Я надеюсь, что по прогрессированию выдачи DoubleGIS достаточно все понятно. Если будут вопросы, можете задавать на форуме. Всем спасибо за внимание. До свидания.